МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уже мы телезрители, в эфире программа Горящая линия, и как всегда по средам с вами я, Андрей Острев, и мы общаемся с муниципальной властью. А сегодня тема программы, нас, собственно, натолкнули многочисленные обращения и вопросы касательно субсидий. Мы неоднократно уже об этом говорили, и, собственно говоря, и продолжаем говорить, и сегодня мы опять поговорим о субсидиях и вообще о социальной сфере. Сегодня у нас в гостях Сергей Бондаренко, добрый вечер. Добрый вечер. Первая самая большая страшилка, которая сейчас ходит, грубо говоря, опять по интернету, ее разгоняют какие-то сайты, происхождение которых мне непонятно, о том, что через суд субсидии забирают. Давайте прокомментируем, давайте еще раз, могут ли их забрать, при каких условиях их могут забрать или не могут забрать. Давайте мы успокоим наших зрителей, наконец-то, и проясним эту сверхсложную ситуацию. Ну, во-первых, Андрей, я бы не стал говорить там страшилкой, я бы, наверное, все-таки вернулся вот к понятию мифы, которые как раз наш министр на заседании Верховного Совета и построил свое выступление вот об этих развенчиваниях, этих десяти мифов. И, вы знаете, я уже не один десяток лет работаю в социальной сфере, и за всю деятельность, а жилищная субсидия, программа, которая была принята еще в 1995 году, никто не может назвать ни одного мне примера, что кого-то когда-то заставили вернуть жилищную субсидию. Потому что идея жилищной субсидии основополагающим является то, что это адресная помощь, что это безвозвратная помощь, и это гарантия государства для семей, исходя из конкретных доходов. Ну, мы прекрасно знаем, что сейчас тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выросли. Оплата за коммунальные услуги для жителей всей Украины, естественно, тоже выросла. Поэтому государство принимает соответствующее действие для того, чтобы сумму компенсации компенсировать для семей, которые не в состоянии выплачивать. Суммы были разные, не более 10%, если семья состоит из только нетрудоспособных, если трудоспособные, 15%. Сейчас ушли от этих сумм, от этих цифр, а для каждой семьи определена своя формула. Вот по этой формуле и мы ведем расчет. Второй вопрос, который нам часто задают, звонят в студию нам, это стоит ли вообще, то есть люди до сих пор не знают, стоит ли оформлять субсидию или не стоит. Давайте вот, если можно, вкратце плюсы, и, ну, если есть минусы, пожалуйста. Кстати, я попрошу режиссера вывести телефон для справки департамента, где вы можете позвонить и бесплатно получить консультацию по этому вопросу. Я правильно говорю? Ну, и так, за и против субсидии. Ну, буду оперировать цифрами. 2014 год, получателей субсидии в городе было чуть больше 5000. Итоги работы нашей 2016 года, количество получателей 63 тысячи семей. То есть рост более чем в 10 раз. Суммы, средний размер субсидии сейчас составляет где-то в среднем 1300 гривен. И поверьте, наверное, это уже говорит о том, что семье ежемесячно иметь вот такой размер компенсации на оплату коммунальной услуги, конечно, в общем-то, это очень важно, нужно. И за этим стоит, конечно, серьезный труд. Я сказал, вот то увеличение, которое есть по количеству обращений, и это еще, безусловно, не предел. Мы всю нашу информационную деятельность, проводя, мы обращаемся к жителям города. Не усугубляйте ситуацию, когда невольно вот тот доход, который у вас есть, он не в состоянии выплачивать коммунальные услуги, а, безусловно, еще и обеспечивать свою жизнедеятельность. Поэтому запомнить заявление, заполнить декларацию и направить или прийти к нам в управление социальных выплат. А более того, по распоряжению Николаевского городского головы, еще с октября прошлого года были открыты дополнительно 36 пунктов. Это все ЖЭКи, это отдаленные микрорайоны, куда можно и нужно даже приходить для того, чтобы, кто еще не предоставил документы, оформить жилищную субсидию. Ну, это были основные мифы, с которыми нам звонят. Я надеюсь, собственно говоря, ответы получены. Но невольно мы переходим к следующему. Давайте подведем небольшие итоги. Вот, в частности, по городу начали ездить, вот, скажем, вот так, издалека зайдем. Начали ездить микроавтобусы с надписью «Социальная помощь». Если мне память не изменяет, что это за автобусы, для чего они предназначены и что они оказывают? Какую помощь оказывают? Значит, ну, за счет городского бюджета были приобретены, это было еще в 2008 и 2009 году, два микроавтобуса, микроавтобуса с подъемным устройством для инвалидов-колясочников. И, ну, мы прекрасно понимаем, что люди с инвалидностью, которые находятся на инвалидных колясках, конечно, в общем-то, должны иметь свободный доступ, иметь возможности, такие же, как у любого жителя города, передвигаться, пользоваться транспортом. Ну, в данном случае, общественный транспорт, конечно, с инвалидной коляской проблематично у нас порой, зайти, хоть и над этим городская власть работает, но в городском территориальном центре есть служба перевозки таких граждан. Вот телефон сейчас только что был на ваших экранах, я попрошу еще раз его дать. И вот расскажите, как пользоваться этим телефоном. Значит, по этому телефону можно звонить, диспетчер примет ваш заказ и через некоторое время перезвонит и скажет, в какое время, на какой день вы можете, в данном случае, ожидать этот транспорт. Хочу, вот я говорил, что мы его приобрели несколько раньше, по поручению городского головы, при поддержке депутатского корпуса. В бюджете предусмотрено приобретение уже в этом году еще одного дополнительного микроавтобуса с подъемным устройством и еще один мы покупаем микроавтобус уже для нашего приюта для граждан пожилого возраста, потому что там тоже, в общем-то, требует замены. У нас в планах и приобретение, и увеличение парка этого транспорта, потому что, ну, действительно, жителям это крайне важно, вот, чтобы была возможность в городе передвигаться вот этим транспортом. Спасибо. От себя хочу добавить, что если вы попадаете под категорию инвалидности, вам нужно куда-то перемещаться, и это сильно затруднено, вы можете по этому телефону позвонить, заказать этот транспорт, и если вам там нужно в больницу, или, ну, собственно говоря, звоните, там вам постараются помочь, и особенно если это касается каких-то неотложных вещей, связанных с поликлиникой, больницей или аптекой, то есть это сегодня программа работает, и пользуйтесь, ну, как бы, не стесняйтесь. Какие еще, что было еще интересного, какие проекты были реализованы в рамках социальной защиты, которые, вот, ну, тоже для людей, может быть, остались, как бы, за кадром? Да. Ну, наверное, в общем-то, в городе достаточно была информация, что в прошлый год значительные средства были направлены на благоустройство жизни наших жителей. Я хочу, в общем-то, тоже порадоваться, вот, и разделить, в общем-то, свои такие оптимистические результаты, потому что прошлый год в какой-то степени был для нас такой, знаете, очень важной вехой финансового, что ли, прорыва, потому что более 7 миллионов гривен было направлено на все наши структурные подразделения, департамента, наших служб социальных. И основная задача, которую мы ставили для себя, это улучшение условий нахождения жителей города. Вот, например, была очень серьезная проблема в Ингульском районе. Управление социальных выплат арендовало 3-4 этаж, в общем-то, на Николаевской, но в 2016 году, вот, в марте управление переселилось в достойное помещение с европейскими требованиями. Кто только переступает порог этого самого большого, кстати, района по количеству льготчиков, пенсионеров, то, наверное, сразу, в общем-то, чувствует вот то внимание, то заботу городской власти все-таки для жителей, потому что хорошие условия, комфортные условия, возможность решать вопросы, знаете, не в каких-то, в общем-то, там, затемненных кабинетах, а достаточно все это комфортно, благоустроенно. Это первый этаж с отсутствием каких-либо препятствий для инвалидов-колясочников. Это все-таки, знаете, вот, ну, наверное, заслуживают люди, те, которые всю сознательную жизнь, знаете, работали на благо нашей Украины, чтобы у них были хорошие условия для их приема, для решения их всех вопросов. А порой, знаете, они даже вот приходят как в свой, там, второй дом для того, чтобы, вот они там говорят, доченька, вот я бы хотел с тобой поделиться вот такими своими заботами, своими переживаниями, своими проблемами, подскажи, как мне в жизни там дали. То есть, вот мы стараемся, чтобы люди чувствовали этот позитив. Для детей-инвалидов, вы, наверное, в общем-то, знаете, вот вчера городской голова и депутаты были при, ну, будем говорить так, второе рождение, что ли, нашего центра реабилитации детей-инвалидов, как мы его с любовью называем, цветик-семицветик, после хорошего капитального ремонта, куда город был направлен более 4 миллионов гривен, уже с подъемником на второй этаж, уже не будут, в данном случае, работники, начиная от директора и кончая сторожем, на руках поднимать, в общем-то, детей на второй этаж или спускать. Уже, в общем-то, эти задачи будет решать подъемник. И вообще светлые, красивые, в общем-то, игровые комнаты, реабилитационные комнаты. Ну, и, конечно, микроавтобус, Volkswagen. Мы ставили для себя цель в том, чтобы этот микроавтобус комфортный увеличил количество детей, которые могут им пользоваться. Вот та газель на 13 мест, она не позволяла, вот если, например, мы едем, забираем детишек в корабельном районе, вот, 12, а то и порой 13 человек, то есть комплект и все, и по дороге мы уже ингульских детей не можем забирать. Мы опять возвращаемся, делаем вторую, а то и порой третью поездку для того, чтобы это осуществить. Вот, кстати, о цветике-семицветике хочу отметить, что это действительно за последнее время вот такое масштабное строительство за счет городской бюджета. Ну, первое, насколько я знаю, до этого это все дело было на содержании наших бизнесменов, меценатов. Я просто немного знаком с этой историей, знаю некоторых меценатов, ну, они просили не называть их. Ну, это, наверное, достойно уважения. А сейчас вот, ну, есть прорывы, и это приятно. Ну, и более того, позвольте, Андрей, еще продолжить вот тему центра. Вот я проговорил про корабельный район, и мы действительно через весь город, вот, там 24 ребенка, которые проходят курс реабилитации из корабельного района, через день мы их возим. Конечно, это не дело вот так вот. Поэтому Александр Федорович поручил нам изыскать возможность, и более того, даже и предложил, в общем-то, помещение в корабельном районе, которое уже начаты проектные работы, потому, чтобы в корабельном районе был свой филиал центра. Вот, чтобы он не уступал никаким, в данном случае, там, услугам, которые оказывает городской центр. Но дети корабельного района, не надо будет ехать через весь город для того, чтобы это проходить. Это будет на территории корабельного района. Есть еще такой проект, вот я слышал о нем, и хотелось бы, наверное, узнать, и, собственно говоря, особенно людям пожилого возраста, это будет, как минимум, интересно. Это так называемая Академия третьего поколения. Вот, что это за проект, где он, как он, и на какой он стадии, и, главное, куда приходить тем людям, которые хотят воспользоваться этим проектом. Я даже не буду говорить, о чем он смысл, предоставлю это все вам. Хотя, честно говоря, Академия, в общем-то, звучит красиво, но у нас университет третьего возраста. Вот, может, в этом году повысите уровень аккредитации. Я так тоже задумался. Интересно, да, спасибо за идею. А вообще форма очень интересная, потому что, знаете, когда люди, которые достигают пенсионного возраста, они, знаете, они все время в активной были жизненной, что ли, позиции, они работали на предприятиях, были всегда чем-то заняты. Потом заслуженный отдых, вот, пенсия, и что? И очень многие затухают, к сожалению. Где, куда, да. Особенно, вы знаете, одинокие, одиноко проживающие в четырех стенах, ну, наверное, это, в общем-то, далеко не хорошо. И мы, вот, кстати, это мы совместно в начале с университетом Сухомлинского, вот, шесть лет назад решили, что давайте мы попробуем, ну, этому были соответствующие там рекомендации нашего министерства, вот, ну, аналогов еще не было, и создадим университет третьего возраста, то есть университет для ветеранов. Значит, и потом, буквально параллельно, через несколько месяцев, и во всех четырех районах нашего города мы тоже задались цель создать такой университет. В чем, что там происходит в этом университете? Вот, прорекламируете нашим зрителям? Ну, все по-серьезному, все по-взрослому. Чему там учат наших пенсионеров, уважаемых? 700 студентов, вот, мы, ветеранов, в данном случае, в октябре начали очередной учебный процесс, они получили студенческие билеты, вот, определены у нас в каждом районе, там, от четырех до девяти факультетов. Значит, и вот, я хочу свою мысль вот закончить, Андрей, знаете, мы, когда создавали, мы переживали, ну, во-первых, должно быть, как минимум, всегда, где-то 30-40 человек приходить, заниматься на этих факультетах. Насколько не придется нам каждый день вот это вот названивать, их приглашать, насильно убеждать, да, чем-то там, в данном случае, их привлекать и так далее. И вот первые же наши, в общем-то, шаги, знаете, мы, честно говоря, так душевно сразу обрадовались, что, вот, попали, наверное, в десятку, потому что мы увидели такое количество желающих, мы столкнулись с тем, что, ну, мы там определили здоровый образ жизни, там, история, вот, там, знаете, наш сад, там, домоводство и так далее, где-то, в данном случае, там, какое-то плетение, вязание. Нет уж, они поставили перед нами задачи компьютерной грамотности, и, вот, мы не были, ну, к какой-то степени мы были готовы, но то количество, которое к нам пришло, и как требовали, и там, в общем-то, и по просьбе, вот, что мы хотим проходить этот курс, мы хотим быть на уровне с нашими детьми, с нашими внуками, вот, мы хотим общаться, поэтому здесь, вот, как раз и посещение нашего мэра Александра Федоровича было, в первую очередь, направлено для того, чтобы увидеть вот ту ситуацию, то количество желающих, и средства массовой информации по этому поводу, я думаю, достаточно освещали, и я видел, знаете, к такой степени у городского головы, вот такое воодушевление тоже, в общем-то, появилось, чтобы помогать, потому что университет Сухомлинского, там, в данном случае, курсы, в наших четырех районах курсы, наши библиотеки города тоже, и все равно нам не хватает, желающих очень много. Потом нам, в данном случае, обратились иностранный язык, тоже мы хотим изучать, тоже хотим, в общем-то, осваивать, вот, и в этой связи, ну, вот, действительно, люди живут этим, они торопятся, мы так определили, вот, четыре факультета, на каждый факультет, там, отдельно, нет, они по всем, там, четырем-пяти факультетам, в общем-то, хотят и познают, и самое интересное здесь, вот, они не просто студенты, ветераны, они и принимают участие, проводят и сами мастер-классы, они вот то, что, знаете, по жизни, какой приобрели опыт, да, в данном случае, что там Бог им наделил, какое, в общем-то, дарование, вот они делятся, они живут этим, а вот, вы, наверное, освещали, какие проходят выпускные вечера, как они, в общем-то, себе устраивают вот эти вот праздники, и вот недавно Масленицу, они, вот, знаете, они воспряли, они почувствовали, что город для них старается создать вот возможность, чтобы они продолжали вот жить активной жизнью в городе. Ну, собственно говоря, после таких воодушевительных слов, а скажите, а вот после выпуска вот эти, ну, студенты, даже, ну, сложно назвать студентами, ну, будем классикой определения слова, студенты, они как-то продолжают поддерживать на базе этих учебных заведений взаимоотношения или там тематически собираться, или это все-таки курс, и потом следующий курс, как это выглядит сейчас? Нет, вот как раз, Андрей, вы, наверное, затеяли такую, в общем-то, тему, что из них, ну, значительная часть, наверное, процентов 30, они опять продолжают, в общем-то, заниматься. Тем более программа курса, она из года в год не повторяется. Мы стараемся, в общем-то, что-то вносить новое, интересное, вот, тем более лечебная физкультура, здоровый образ жизни, это всегда важно. Это бесконечно, да. Да, поэтому здесь я вот, когда все время бываю, и на открытии, и на закрытии, я всегда вижу знакомые лица, всегда вижу, в общем-то, как они рады. Самых активных студентов, да? Да. Так вот так. Хорошо, ну, давайте, буквально несколько минут у нас осталось, давайте поговорим о планах на этот год, что планируется, что будет сделано того, чего не было, вот, наверное, так, чтобы люди понимали, чего ожидать, куда идти, и что будет нового и интересного для нас, вот, для этих категорий граждан. Ну, я все-таки хотел, Андрей, может быть, вернуться вот к началу, потому что вопрос жилищных субсидий, он на сегодняшний день, и очередное повышение тарифов, вот, люди беспокоятся. В этой связи я, вот, как руководитель социальной службы города, к сожалению, констатирую, что мы, работая в напряженном режиме, к сожалению, не можем в полном объеме, исходя из тех сроков назначения, на сегодняшний день назначить субсидию. Я говорю это откровенно, это наша боль, но хочу, чтобы нас услышали в чем. То, что, к примеру, поступили заявления и декларации в социальные службы, это не значит, что мы сразу вот начали там назначать. Нет, мы в электронном режиме направляем сведения по всем коммунальным предприятиям, и особая у нас сложность вызывает налоговая или, в данном случае, государственная фискальная служба. И любая неточность, в данном случае, в фамилии, в имени, в индикафицированном коде, в адресе, вынуждает нас в том, что мы направляем запросы повторно, третий, четвертый раз. Пока, в данном случае, мы вынуждены приглашать граждан, когда видим, что фискальная служба не подтверждает нам, что нет, в данном случае, сведений по такому человеку. Мы вынуждены приглашать, вынуждены уточнять. Поэтому, пользуясь случаем, я вот для тех, кто еще не оформил, но я обращаюсь все-таки с убедительной просьбой, приходите к нам, предоставляйте документы. Очень внимательно надо заполнять, исходя из конкретных официальных документов. То есть, вот как в паспорте написано, так в данном случае должна быть и написано в заявлении. Очень внимательно по лицевым счетам, потому что некорректность имеет, конечно, место. Мы вынуждены работать с учетом нагрузки и выходные дни, и продолжительный рабочий день. К сожалению, не все выдерживают такую ситуацию. Я попрошу режиссера дать нам телефон департамента, пожалуйста, вот тот, который был в самом начале, это справочка там. Спасибо большое, у нас, к сожалению, время программы наше закончилось. От себя я хочу добавить о том, что мы всегда рассматриваем то, что важнее всего. И для наших постоянных зрителей хочу сказать, что программа на связи с муниципальной властью будет выходить с 15 марта в 20 часов, будет в том же формате. Задавайте свои вопросы, смотрите обязательно. Мы всегда отвечаем на ваши запросы, на то, что вы хотите услышать. Рассказываем о том, что делает муниципальная власть. Я благодарю нашего гостя Сергея Бондаренко, который сегодня, надеюсь, и обрадовал. Ну, по крайней мере, меня точно. Мне очень понравилась идея с занятостью стариков, потому что действительно очень долгое время старики оставались с него дел. Это телеканал Николаев. Не переключайтесь, с нами интересно. До следующей среды. Субтитры создавал DimaTorzok